Мы на месте. Мы приветствуем Руслана. Интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке, доверит ли он нам свой биополе на период сеанса. Он говорит доверен, но он стоит на ходулях, и у него руки тоже в железных таких конструкциях, которые на локтях сгинаются, поддерживают его руки. Значит, у него ходули, конструкция на руках и ногах, да? Да. Скэннер, просканируй сейчас Руслана, отключи эти ходули, выведи их из биополя, также отключи эту конструкцию в руках и ногах, выведя это все вместе со всеми сопутствующими чипами, датчиками, имплантами и конвекторами. Когда все это выйдет, отправляю в клетку-тюрьму. Он сейчас спустился с этих ходуль, говорит, о, что это у меня стояло? Сейчас узнаем. Какие-то рога это. У него в голове еще что-то, какой-то цилиндр есть. Хорошо, скэннеры, просканируй голову, выведи этот цилиндр из головы. От этого цилиндра идет такая, как накидка в разные стороны, она вся такая, как шевелится. И накидку выводи. Она прикреплена к цилиндру, и она закрывает по грудь вместе с цилиндром. Все, выведем сейчас. Готово. Отправляю в клетку-тюрьму. Накидка тоже ушла с цилиндром? Да. Хорошо. Так лучше, Руслан? Да, намного лучше, как я это мог не заметить. Ну, это трудно заметить, потому что это все происходит на астральном плане. У вас же не только физическое тело, у вас еще и 7 тонких тел. Именно так вселяется сущность. Хорошо, сейчас разберемся. Даю команду. Значит, Рискеннер сканирует пространство над головой Руслана, под ногами, 360 градусов вокруг него. Рискеннер сканирует все 7 тонких тел Руслана, находит все. У него ящер. Ящер. Красный дракон. Все проблемы. Хорошо. Красный дракон. Дальше. Суккуб. Суккуб. Демон. Какой? 12. Итак, у нас ящер. Какой ящер? 302. У нас красный дракон. Какой красный дракон? 27, 84. Суккуб и 12 демон. Начинаем с реверса энергии. Сразу в процессе работы я буду задавать вопросы, вы будете на них отвечать. Кто будет говорить неправду или не будет отвечать, об этом очень быстро пожалеет. Даю команду тонкой копии Руслана спроекцировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкоабрационную энергию в его биополе. Каналы выстраиваются также и ко всем артефактам, находящимся в клетке тюрьмы. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение. Все чужеродные патогены, низкоабрационные энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Руслану. Усилию потоки в 100 раз. Ящер, сколько ты находишься в этом биополе? На цифре идет 13. 13 что? Месяца в лет? Лет. У тебя есть контракт на пребывание в этом биополе? Он показывает контракт, контракт. Есть? Он его показывает, но я не пойму, есть или нет. Ящер, есть контракт у тебя или нет? Я второй раз спрашиваю, я всего три раза спрашиваю. С моей стороны есть. С его стороны не подписан? Подписан, но он не знает об этом. Хорошо, будем разбираться. Контракт. Дальше. Красный дракон. Сколько ты находишься в этом биополе? 4 года. Причина твоей подключки? Место было пустое. Трудно найти сейчас пустое место энергии и развития. Я не верю в твою версию насчет развития. Мое развитие. Твое развитие. Ты вошел в это биополе, ты установил свои платы в этом биополе, ты откачивал у нее энергию. 4 года. Ты мне хочешь рассказать про какие-то... Не откачивал, заменял, разжигал, дал ему крылья. Он тебя просил об этом? На подсознательном уровне он хочет крылья. Хорошо. Мне кажется, на подсознательном уровне красный дракон хочет увидеть печать дракона. Достаю печать дракона, включаю на полную мощность. Пошел процесс. Он просит выключить. Выключаю печать. Еще раз будешь мне так отвечать, как ты сейчас отвечал. Я тебя накажу по-настоящему. Идем дальше. Сколько находится суккуб в этом биополе? 8 месяцев. Что из-под ключик, находясь в клетке, является твоим? Ничего. То есть эта накидка, она не принадлежит к тебе, которая находится в клетке сцелена. Демон 12. Сколько ты находишься в биополе? Год и 3 месяца. У тебя есть контракт на пребывание в этом биополе? Нет. У кого есть еще контракт, кроме ящера на пребывание в этом биополе? Никого. Кто из вас находится в квартире, которую мы сегодня чистим? Ящера есть платы дракона. Демон порталом пользуется. И дракон мне рассказывает здесь о ком-то обучении, установив еще и платы над его кроватью. Хорошо, дракоша, посмотрим, чем это закончится история для тебя. Дракон обучается. Не знаю, но как ты обучаешься, дракон, устанавливать платы над его кроватью. Это обучение? А у меня ящера платы стоят. Твои платы где стоят? Ванна. Сам руку. Кухня. Хорошо. Итак, реверс закончился, да, Вера? Да. Устанавливали фильтры золотой сеточки на все каналы в порядке реверса. Руслан забирает всю чистую и светлую божественную энергию обратно. Пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли до последней капли, возвращает Руслан себе обратно. Он хозяин своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Усилив все в 50 раз. И сканер, дай мне полниту души Руслана на настоящий момент. 98. Будем надеяться для ящера, что 2% находится в его конструкции. И он не отправлял никуда ничего. Забираем из всех артефактов, которые находятся в клетке тюрьмы. Частички ДНК, частички души, весь биоматериал, все родные энергии. Все, что на чистоте Руслана, находится мощным потоком, пошло назад. Усилив все в 100 раз. Демон, ты один в квартире или есть еще бес и черт? Есть еще. Значит, из вот этих конструкций и цилиндра с накидкой возвращается, биоматериал возвращается. О чем биоматериал? Те места, где они стояли. И какие это места? Суставы? Колени, локти. Да. Пальцы на ногах. Вот это и является причиной болезни Руслана. Именно эта конструкция приводит к артрозу и боли во всех суставах, потому что просто не хватает энергии. Заканчивался реверс. Начинаем с вытаскивания того, что осталось. Суккуб. Начинаем с тебя. Выходи, отключайся полностью. Снимай все, что ты оставил на своей чистоте, возвращайся назад. Что ты оставил на своей чистоте? У него внизу живота какой-то диск стоит, и он показывает от него, как рычание идет, если к нему приближается кто-то. И люди это воспринимают? Чувствуют это, да? И отходят от него? Это как ругание, негатив, раздражение. Хорошо. Отбивает желание. Так воспринимают его люди со стороны. Именно, я полагаю, речь идет о женском поле, да? Об одной женщине. Об одной женщине. Хорошо. Снял. Красный дракон, выходи, вытаскивай свои все платы, отключайся полностью, ничего не забывай. Приступай. Но у него такая плата, которая приделана, как крылья, и они жгут ему спину, распаляют его. Дракон, а что будет, если я тебе сейчас поставлю ангельские крылья? Вот что с тобой станет? Ты не думал об этом? Что то же самое может случиться и тебе? Как ты думаешь, что эта энергия ангельская с тобой сделает? Он говорит, что у него есть резервуары. Если ты хочешь поделиться, можешь наполнить резервуары. Арангельская энергия. Он найдет ей применение. Я могу с тобой поделиться энергией Абсолюта. Он снял подключки. Прямо открою и часть тебе в клетке и залью эту клетку энергией любви Отца. Я посмотрю, что станет с твоей черной душонкой. У нас остался ящер. Ящер на твоей частоте. Что-то осталось, что я еще не вытащил? Да, есть. Скэнер. Просканируй сейчас. Найди то, что осталось. На чистоте ящера его подключик. Где это находится, отключай полностью. Выводи это из биополя. У него по телам в разных местах абсолютно такие маленькие спиральки, как стружка. Выводи это все до 100%. Мелкие частицы сжигай на месте, если не выводится. И все это выходит и формируется перед ним шар. Небольшой шар вышел. Отправляю в клетку тюрьму, выстраиваю прямой канал от Русланы к этому шару и реверсом отдаю в этот шар все негативные патогены, что он получил от него на счет 3.1.2.3. Пошел мощный поток. Все возвращается назад до 100%. Пока идет реверс к этому шару, сканер дай мне полниту души на настоящий момент. 100%. Отлично. Вот эти вот спиральки, они как зажимы стояли в разных местах у него. Понятно, что и возвращается к нему. К ним. Это боли или что? Вот это зажатость и возвращается. Это потеря энергии через каждый зажим, когда она проходила. Вот все это отдаю назад. Энергии не оставалось. Все назад пошло. Закончился реверс. Устанавливали фильтр с золотой сеточкой на этот канал. И в порядке реверса. Руслан забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная и чистая. 1.2.3. Здесь идут энергии. Они начинают циркулировать по всем телам. Ровно, без зажимов. Проходят круг. Наполняются. Их становится больше и больше. Они расширяются. Продолжают циркулировать. Они как вены, как несколько дорожек из вен энергетических. Конечно, канавы энергетические. Да, готово. Итак, мы все забрали. У нас остался демон. Демон, выходи. Вытаскивай все, что я оставил на своей чистоте. Отключайся полностью. Скажи мне, где находятся лярвы биопулли Руслана? Лицо он показывает. У него вот этот цилиндр с накидкой, что стоял. Это ящера коричневым цветом. Я анну давала как аллергическую реакцию на его лицо. Так и есть. Хорошо. Хочешь получить эти лярвы? Затемнение есть еще? Да, есть другие по телу. Затемнение. Но лярва на лице. Хочешь получить лярвы и затемнение? Да. Сними. Когда все снимешь, доложи на месте, что ты все снял. Я дам тебе отдельную команду. Он снимает очень узкие башмаки, которые сдавливали ему ногу. Готово. Разрешаю тебе забрать лярву и все затемнения, находящиеся в биополе Руслана. Забирай и возвращайся назад. Готово. Рассинхронизацию мы сейчас не сможем провести из-за наличия контракта с Ящером. Поэтому переходим к аннулированию этого контракта. По закону свободы воли души и свободного права распоряжаться собственными энергиями, Руслан должен взять ответственность за свою жизнь и выразить это намерение. Он готов это сделать? Да. Я говорю вслух, его тонкая копия повторяет за мной. Я. Там и договора. Договора выходят активно и подсвечиваются. Но у него вышел этот лист, который показывал Ящер. Пусть тонкая копия повторяет за мной. Внутрия властью моего... ...собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если такова и есть. Здесь энергии по чакрам возвращаются. Он тратил много энергии на этот контракт, отдавая ее. О котором он даже не знал. Заключен обманом. Готово. Открывая воронку в галактическое ядро, производим сброс всех аннулированных контрактов и договоров. Аннулировано. Закрывая, печатывая, растворяем. Есть. Возвращаемся к рассинхронизации. Дуя команду на рассинхронизацию Руслана с Ящером, всеми его артефактами, красным драконом, суккубом и демоном. Пошла рассинхронизация, до 100% заканчивается автоматически. Готово. Включая внутренний белый свет Руслана, этим светом он выдавливает из себя все негативные патогены, низкооперационные, чужеродные, находящиеся в его биополе. Свет пошел, энергия выходит, остаточная энергия на частоту интерферентов, их подключик выходит, до 100% формируется перед ним шар. Здесь выходит фантомная энергия от конструкции, вот энергия крупинки таких коричневого цвета. Вышел шарик. Открывая воронку в галактическое дро, под шаром уходит на переработку. Закрывая, печатывая, растворяя, даю команду на контрольную проверку. Пошла проверка. Здесь на горле что-то есть. Загорается красный маячок над клеткой ответственного. Это демон. Ты не понял. Говорят, что это его привычка, я при чем? Привычка у тебя другая сейчас будет. Удар 200 тысяч герц демону. Удар. Ну, ему больно. Я тебя сожгу сейчас, паразит. Он говорит, кричит, что ты делаешь. Я тебя сожгу сейчас, паразит, если ты еще раз посмеешь меня обмануть. Я не обманывал. Он сам хочет эту привычку оставить. Он сам хочет эту привычку оставить, демон. Если я сейчас его спрошу, он скажет, нет, ты останешься в пентаграмме со свечами по бокам. Красив, спроси. Хорошо, обращайся к Руслану. Руслан, объясните мне насчет этой подключки демона у вас на горле. Он говорит, что вы хотите эту подключку. Это правда? Я не знаю, от сигарет не могу избавиться. Наверное, он про это говорит. Ты про сигареты говоришь? Да, про дым. А почему ты мне не сказал, почему ты не снял эту подключку, когда я сказал все снять? Потому что он удовлетворяется этим. Я спрашиваю сейчас Руслана. Руслан, хотите ли вы отказаться от этого удовлетворения добровольно, своей силой воли и своим намерением отказаться от этого ошейника у вас на горле? Да, я хочу снять все ошейники. Вы хотите отказаться от этого курения, которое связано с этим ошейником? Да, хочу. Вложите в это все намерение свое и силой вашего намерения снимите сейчас этот ошейник у вас на шее. Сами. У меня получилось. Этот ошейник как сзади расстегнулся и вышел. Отлично. Отправляю ошейник в клетку-тюрьму. Выстраивается прямой канал от Руслана к этому ошейнику. Он реверсом отдает все негативное и патогенное. Что он получил от этого ошейника? Усилие потоки в 50 раз. Здесь идет дым и слава зависимости. Выводит это все, выдавливая из себя полностью. Все, Руслан? Готово. Устанавливали фильтр с золотой сеточкой на этот канал и в порядке реверса Руслан забирает все чистое и светлое, находясь в этом ошейнике. На его чистоте мощным потоком все пошло назад. Да, будет так, а так есть. И что возвращается? Здесь энергия, голосовая чакра, голова идет. Отлично. Демон, ты должен был мне сказать, у него есть ошейник, который я не могу снять по причине такого-то и такой-то. Понимаешь? Тогда бы я это ищу. Чего я должен говорить? Ищи сам. Я свое дело сделал. Твои команды выполнил. Реверс закончился. Даю команду на контрольную проверку. Еще раз. Пошла проверка. Если ты ничего не должен, то я ничего не тебе не должен, демон. Чисто. Помогая моей энергией сжечь все каналы на счет 3-1-2-3 удар, сжигаются все каналы. Открывая воронку в галактической ядровой, все это уходит на переработку. Закрывая, печатывая, растворяя. Итак, суккуб, ты больше никогда не войдешь в это биополит. Это понятно? Да, понятно. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте суккуба. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатывая, растворяя. Готово. Для демона и красного дракона я сейчас открою два портала. Каждый уйдет в свой портал. Вы уйдете в квартиру, соберете все, что вы там оставили, на своей чистоте. Я приду, проверю и отправлю вас на вашу чистоту в первый раз. И демон еще пожалеет сегодня о своем отношении к нашему разговору. Открывается два портала в квартиру. Руслана, демон идет в один портал, красный дракон уходит во второй портал. Закрывая, печатывая, растворяя. Готово. Ящер. С тобой будет разбираться другая инстанция. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Да, на связи Ли. Ли. У меня здесь 13 лет сидел ящер, 302. У меня здесь целая куча опять в клетке. Что он установил на нем? Вернули 2% души из конструкции. Там и вред здоровью был, и все. Посмотри, пожалуйста. Ящера забираем, остальное уничтожите. Хорошо. Под всеми артефактами ящера в клетке открывается воронка в галактическое ядро. Весь этот мусор уходит на переработку. Закрывая, печатывая, растворяя. Готово. Клетка пустая у нас сейчас. Да. Поехали дальше. Число, значение 650 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Готово. Хорошо. Скеннер, включи медицинскую программу, просканируй суставы на предмет артроза и проведи необходимые манипуляции, чтобы вывести человека из этого состояния. Может, нам надо какие-то энергии дополнительные дать? Он дает уже, он дает какие-то мягкие энергии, они как смазка действуют. И они вокруг рук, спиралью закручиваются. Они будут дальше работать. И исчезают внутри, и также ноги, колени, ступни, как масло, идет слово. Они смягчают внутри, позвоночник идет. Проблема с кожей – это была энергия ящера. Она является ядом для человека, и, соответственно, это сейчас тоже пройдет автоматически. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. Один, два, три. Хорошо, Руслан, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Великолепно чувствую. Внутренний стержень свой чувствую. Очень гибкий, приятный энергии. Отлично. Вообще весь какой-то, как мячик подвижный, упругий. Ну вот, видите, как хорошо, когда нет интерферентов в биополе и их яда. Сейчас мы возвращаем вас назад в вашу систему биоробот-душа и переходим сразу к чистке вашей квартиры. На насчет три ты стоишь перед входной дверью его квартиры. Один, два, три. Ты перед квартирой. Да, здесь клетка в зале установилась. Входи в квартиру. Здесь звон такой стоит. От чего? От плат ящера? Нет. От чего? Какие-то вибрации здесь идут между зеркалами. Они как отталкиваются от одного на другой. А что, зеркала стоят друг напротив друга? Нет. Они в разных местах. Но вибрации отталкиваются и звучат определенно. Хорошо. Приятно. Чьи вибрации от какого интерферента отскакивают? От какого? От портала. От портала. Хорошо, значит идем дальше. Кто у нас в клетке? Рахноид. Рахноид. Красный дракон. Есть. Дальше демон. Есть. Черт и бес есть. И есть воронка. Черт. Бес. Какой бес? Какой черт? Бес восьмой. Черт четвертый. Под воронкой открываю воронку в галактическое ядро. Воронка уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Красный дракон. Ты все собрал? Снял плату, да. Я хочу получить слово красного дракона, что больше никогда не войдешь ни в это биополе, ни в эту квартиру. Даю слово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте красного дракона. Забирает все, уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Арахноид, выходи, собирай все, что я оставил в этой квартире. Всю паутину, если есть потомство, все собирай и возвращайся назад. Аня, вам много, где вертикальные сетки есть и по потолку, по углам, вещах каких-то потомств есть? Готово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида. Забирает, что принес, уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Демон, ты все собрал? У нас особо ничего не было, порталом пользовался. Ну и отлично, еще раз я тебя увижу, я тебя разжгу. Я тебе это хотел сказать. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте демона. Вышвыривай его в этот портал. Закрывай, опечатывай, растворяйся в огненную пентаграмму. Паразит. Итак, черт и бес. Выходите сейчас каждый, собираете все, что вы раскидали, на своей частоте в этой квартире. Все понятно? И возвращаетесь назад. Если черт оставил свои носочки на коте, он снимает эти носочки, потому что я его накажу за это. Ты на ребенке оставил, не накажешь? Накажу, конечно. Кто оставил на ребенке? Черт спрашивает. Ты с чертом разговариваешь? Я с чертом, да, хорошо. Да, я разговариваю с чертом. Ты должен все забрать на своей частоте. Если ты не хочешь, я тебе еще раз притяну. Готовы. Вы хотите получить негатив, который находится в этой квартире? Этот. Значит, кто из вас покажет мне все порталы, я их закрою. После этого соберу для вас двоих этот негатив, поделю его пополам. Хотят, но без энергии ящера. Я эти энергии разделю, конечно. Здесь платы стоят. Хорошо, сейчас мы перейдем к платам и после этого перейдем к вам. Платы подсвечиваются. Видишь, Кевера? Да, открывать. Открывая воронку в галактическое ядро, подними, срывая эти платы. И вместе с энергией платы все засасывается в галактическое ядро. До 100% уходит на переработку в чисто первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Ты с ребенка все снял? Черт. Кота все снял? Он собрал все, что было. Хорошо. Пошли по квартире, показывай мне порталы, я их закрываю. Здесь один портал находится в зеркале, которое стоит в этом зале. Под зеркалом открываю воронку в галактическое ядро. Портал фантом и частицы портала уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Дальше. Второй портал находится в зеркале, которое находится в коридоре. Под этим зеркалом открываю воронку в галактическое ядро. Портал фантом и частицы портала уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Дальше портал. Значит, в ванне прямо внутрь уходит вода, где? В этом месте, внизу открывая воронку в галактическое ядро, портал фантом и частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрываем, опечатываем, растворяем. Готово. Дальше. В кухне над шкафами есть портал. Под шкафами, внизу открывая воронку в галактическое ядро, портал уходит на переработку вместе со всеми энергиями и фантомом. Закрывая, опечатывая, растворяя. Готово. Все? Да. Возвращаемся к клетке. Даю команду на счет три эмоциональной энергии, эмоции, мысли и чувств. Здесь вот эти эмоции и чувства еще вошел этот звон. А в другом много коричневой энергии. Ящера. Хорошо, под космическим открываю воронку в галактическое ядро. Он уходит на переработку. Закрываю, опечатываю, растворяю. Второй шар эмоционально делю на две равные части. Без черт забираете. Да. Отправляю каждому по его половине. Готово. Отпускаю вас. Вы больше никогда не придете в эту квартиру и к этим людям. Все понятно? Понятно. Открывается внизу два портала. Один на чистоте беса, один на чистоте черта. Каждый забирает, что принес, и уходит на свою чистоту. Закрываю, опечатываю, растворяю оба портала и ставлю две огненные пентаграммы. Готово. Клеткой открываю воронку в галактическое ядро. Клетка уходит на переработку. Закрываю, опечатываю, растворяю. Есть. Это мы закончили. На счет три появляется перед тобой тонкая копия кота Альфреда. Альфред стоит перед нами. Да, он здесь. Привет, котик. Мы пришли тебе помочь, тебя почистить. Сущность тебя обижает. Мы уже в курсе. Включаем внутренний белый свет Альфреду. И этим светом он выдавливает из себя все негативное патогенное, низкоаббрационное, чужеродное, находясь в его биополе. Свет пошел, энергия выходит. Все чужеродное выходит, формируется перед ним шар. У нас с него много энергии выходит, чужеродных. И вот этот звон выходит. И еще он показывает, что его беспокоил портал, который в ванне находился. Шар вышел. Мы все порталы закрыли уже. Альфред, больше не беспокойся. Открываю воронку в галактическое ядро под шаром. Шар уходит на переработку. Закрываю, опечатаю, растворяю. В макушку головы Альфреда начинает поступать необходимое количество ему кошачьей энергии. Потоки пошли. Наполняет, усиливает все необходимые ему цвета, поступает мощность потоков, усиливается. Чистота вибраций котика поднимается до комфортного ему уровня. Готово. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. Один, два, три. Как ты себя чувствуешь, Альфред, сейчас? Сейчас его энергии преобладают, и он полная энергия. Поставить я защиту? Да. Устанавливаю в его биополе защиту кошачью меркабу. Один, два, три. Активирую ее. Активировано. Готово. Так лучше? Да, так он защищен. Хорошо. Хочешь, тебе еще одну защиту поставлю? Ставь. И устанавливаю в защите Альфреда защиту глаз. Активирую ее. Активировано. Ну как? Он показывает, что даже если он в портал заходит, он видит, что там творится. Конечно. Этим глазом. Теперь у тебя есть эта защита. Хорошо, Альфред. Ты хочешь что-то передать хозяевам? У тебя есть какие-то желания, пожелания? Можете чем-то недоволен? Я все это передам. Его лоток стоял возле портала, это ему не нравилось. Об этом никто не знал, что твой лоток находился там, где. Сейчас все порталы закрыты. Еще какие-то есть у тебя пожелания? Нет. Хорошо, котик. Возвращайте назад твою систему Биоробот Душа. Возвращаем Альфреда в его Биоробот. Он синхронизируется, гармонизируется со своим Биороботом и тонкими телами на всех уровнях. Готов. Хорошо, мы закончили. Отключайся от квартиры, поднимайся в комнатной диагностики. Пошел подъем. Продолжение следует...